Всем привет, с вами Прия. Сегодня у нас почти уже 10 число, третий сезон, можно сказать, почти скоро. Откроется рейд, откроется много всего интересного, PvP сезон начнется, ну а самое главное начнется PvE-шный сезон. Новый сезон Mythic Plus с новым интересным сезонным модификатором. Модификатор действительно интересный, есть уже даже некоторые классы, которые в принципе очень хорошо с ним воюют, скажем так. Помните, что это всего лишь некоторые предикшены, то есть это не 100% информация насчет того, что сейчас будет сказано, это лишь только предположения, самые обычные. То есть если вы играете за какой-то другой хилспек, за какого-то другого рейнджа, то в принципе не печальтесь, я уверен, что и вам найдется место в Mythic Plus. Все-таки, что такое Mythic Plus? Mythic Plus это всего лишь такое самое обычное место, в котором люди фармят шмот. Те, кому особо это интересно, фармят ключики повыше. Во-первых, с целью дропа шмота побольше в плане количества, но во-вторых, для фарма чудесных очков Raider.io, очень полезных. И сегодня мы поговорим о тех классах, которые очень хорошо чувствуют себя вообще в принципе при прохождении Mythic Plus в текущий момент, в третьем сезоне. Список достаточно прост, список достаточно мал, потому что включает в себя самые лучшие классы. Я пару-тройку слов скажу о них, о их пережитых, так сказать, буднях. Что плохого, что хорошего с ними случилось. Начнем же. Начнем с танков. Что у нас по танкам получается? Всего у нас их 6, но в текущий момент годных из них всего лишь 3 для Mythic Plus. Поехали. Первым танком, кого хочется выделить, это будет протвар. Самый лучший танк, хоть и показавший себя идеально во втором сезоне. Казалось бы, в третьем сезоне все будет намного хуже, но вообще ни разу подобного такого. У Вара есть рефлект. Да, Вару понерфили талант на АОЕ дэмэдж. То, что Аватара увеличивает урон от удара грома теперь на 30% вместо 100. Ну и что? Танк должен танчить. Не обязательно же ему дамагать. Дэмэдж поднимется за счет использования каких-либо тринкетов, либо за счет использования каких-либо трейтов, либо просто-напросто за счет большого рага набора при использовании такой эссенции, как воспоминания о снах наяву. Так что протвар, как и со второго сезона, так и в третьем сезоне, будет чувствовать себя просто идеально. Дальше на второе место хочется поставить паладина. Он достаточно удобен, у него есть кики с РТД-дистанции, тарелка в простонародье, а также различные емуны по типу бопа, бабла, то есть различная такая периферия очень сильно поможет при прохождении мифа-плюсов. Далее. На третье место, как бы то ни было странно, хочется поставить друиды. Друиды различно апнули в текущий момент, и апнули ему конкретно набор ярости. Также одну интересную кнопочку ввели в облик медведя, а именно снятие порчи. Полезная вещь, действительно. То есть это первый его плюс. Далее трёпку и железный мех снизили в потребности к ярости, там вместо 45 теперь, по-моему, 40. Увечи теперь регенит вместо 8 10 ярости. То есть много всего такого интересного сделали. И в тот момент, когда Мишка прыгает в свою бирформу, то вместо 20 ярости у него сразу 25. Это как бы не особо сильно, наверное, значит для медведей, но всё же, быть может, это интересно. Насчёт мили дамагеров немножечко поговорим. Ну, мили дамагеры, сетап их в принципе неизменный. Мне кажется, как он и остался с второго сезона, так он и будет в третьем. Хочется выделить разбойника на первом месте. У него есть массовый инвиз, у него есть чудесные персональные сейвы, он может пережить большое количество дамага. Прекрасный класс, хороший для прохождения никаких плюсов. Далее, Демон Хантер. Демон Хантер обладает чудесным дебафом на всех поражённых противников, а именно 5% увеличения дэмэджа от магии. К тому же у него есть тучка, которая поможет укрыться от каких-либо атак мобов. Весьма интересно, почему бы и нет. Далее, на третье место поставим Монаха. У него есть увеличение на 5% физдэмэджа. Аналогично, как и у ДХ работает, то есть по любому поражённому мобу ударяет ДХ или Монг, и цель получает данный дебаф. Конкретно у Монка это увеличение физдэмэджа на 5%. Четвёртым милишником выделим Анхоли ДК. Он получил прекрасный баф к всем почти своим основным способностям, а именно на 15%. Это такие способности, как язвы, это Койл. С этого можно предположить, что у него будет ну просто прекрасный ДПС, и в каких-либо больших АОЕ за пулах он будет чувствовать себя идеально. Как это было во втором сезоне, так это будет в принципе и в третьем. По хилам можно вообще чуточку высказаться. Самым лучшим хилом будет Друид. Он прекрасно чувствует себя в данном патче. Эссенции очень хорошо раскрывают его, как я правильно понимаю. И он идеально расправляется с сезонным аффиксом. То есть, в принципе, он комфортно себя чувствует, и поэтому брать Друля хила себе, это будет просто идеально для прохождения мифик плюсов. Если же рассматривать РДД, то из рейнджей хочется видеть совушку. Такую жирную, хорошую, упитанную, с собой в мифик плюсах. За счет чего хороша сова? Да, за счет своих прислужников. С помощью таланта, которые там силу природы призывают древней, и древние атакуют мопцов. Это помогает танку, это нереальная просто помощь для него. И к тому же он прекрасно чувствует себя на текущем сезонном модификаторе. Так что на текущий момент список примерно вот такой. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. До скорого.